Драгоценные, я приветствую вас всех именем Иисуса Христа, разрешителя всех проблем. И сегодня тема моей проповеди, которая называется «Все ли верующие знают Христа?» И это, знаете, такой, может быть, где-то провокационный вопрос, да? И нисколько даже не риторический. Вообще, как думаете, актуальный вопрос, нет? Потому что иногда, мне кажется, ну, люди привыкли так думать, что мы живем в такой стране, где вроде бы все верующие, выйди на улицу, да, в основном все скажут, ну, я верю, что Бог есть. И тем более в собрании церковном, да, в богослужении, и вдруг такой вопрос. Все ли верующие, и это относится к нам с вами, здесь присутствующим, вот, я желаю, чтобы вы в конце этой проповеди получили для себя ответ. Все ли здесь присутствующих знают Иисуса Христа? И Слово Божие, Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 стиха мы читаем о том, что Христос идет дорогой со своими учениками. Он не только с ними, вот, познакомился, да, уже около двух лет он находится рядом с ними. И представляете, вот вы два года с каким-то человеком общаетесь, кушаете вместе, постоянно находятся вместе, и вдруг вы слышите от него такой вопрос. А вы вообще в курсе, кто я? Вас бы удивило это? Николай Александрович бы сказал, ребят, вы вообще в курсе, кто я такой? Ну, как кто? Ну, Николай Александрович, пастор церкви, да? И вот Христос задает такой вопрос своим ученикам. И он спрашивает, а за кого вообще люди меня почитают? Ну, то есть, кто я для людей? Какое у них отношение ко мне? Понятно, что Христос жил в то время, ну, когда не было социальных сетей. Это сегодня, да, можно человека годами не видеть, но зайти на его страницу и знать, где он отдыхает, что он кушает, в какой спортзал он ходит, да? Все мы знаем. Тогда так не было. И поэтому Христос, когда был на этой земле, люди, они что-то слышали о нем, они видели его, они слышали то, что он говорит, делает, и они воспринимали его, как какую-то личность. И вот Христос спрашивает, а как люди вообще меня воспринимают? И он слышит в ответ от учеников, ну, ты знаешь, кто-то думает, что ты Иоанн Креститель, а другие думают, что ты пророк Илья. Третьи считают тебя за Иеремию, ну, а остальные за какого-то, за одного из пророков. Драгоценный, и не случайно у людей было такое представление о Христе, и не случайно он задает этот вопрос спустя время пребывания с учениками. И для нас сегодня есть важный ответ, который скрывается в этом тексте. Потому что очень важно нам понять, как сегодня верующие, а ведь те люди, о которых идет речь в этом тексте, они были верующими, иудеями. Правильно или нет? А? Правильно. Верующие. Как сегодня уже Николай Александрович сказал. И они имели определенное представление об Иисусе. И каждый, ну, они не думали, что это буквально в смысле Иоанн Креститель, Иеремия, Илья, или один из пророков. Они понимали, что Он несет тот же посыл. Или показывает людям тот же путь, по которому нужно следовать, как нужно жить, как показывали эти личности. И вот первый, с кого мы начнем, это Иоанн Креститель. То есть люди, когда слышали учение Иисуса Христа, они сопоставляли его, и они говорили, ну, это очень похоже на самом деле на то, что говорил и чему учил Иоанн Креститель. Ведь Иисус тоже говорил о определенной социальной справедливости. Он давал какое-то учение, как нужно поступать, что нужно делать. И мы знаем, что Иоанн Креститель, он именно это и проповедовал. Говорил о том, чтобы военные не обижали никого. Помните, да? Учил людей правильно поступать, правильно себя вести, исправить внутри себя какие-то мысли. Да, помните, он говорил, пусть всякий холм, он что, понизится, долго наполнится. И вот люди смотрели на Иисуса, и они тоже думали, этот человек принес нам понимание, как нужно жить, как нужно себя вести. И что-то подобное сегодня может быть в сознании верующих людей. Они могут приходить в церковь для того, чтобы научиться правильно жить. И Библия на самом деле, эта книга, если вы почитаете, вы очень многого можете там увидеть, что касается каких-то жизненных поступков. Кто-то вот говорит, я книгу, притчи читаю, я вижу там, как нужно мудро поступать, как нужно себя вести. Кто-то говорит, читая Писание, и у него складывается такое представление о Боге, об Иисусе, что Иисус учит, как нужно себя правильно вести, и тогда в твою жизнь обязательно придут все Божьи благословения. И знаете, я даже слышал от верующих людей такую проповедь очень часто. Когда они видят какого-то человека в проблеме, да, в какой-то жизненной тяжелой ситуации, то они говорят, да ты неправильно живешь. Тебе нужно прийти в церковь, пойдем со мной в церковь. Там пастор, он проповедует, он учит, как правильно жить, как правильно себя вести, бросишь пить, бросишь курить, да, перестанешь материться там, еще что-то воровать, и тогда Бог тебя благословит. Кто-нибудь слышал такую проповедь? Догоценные. Это то восприятие, как сегодня люди представляют себе Бога. Вот то, о чем спрашивал Иисус своих учеников. Следующий, как люди представляли себе Иисуса, это Илья. Илья это Божий пророк, ну, который, наверное, столько, сколько было чудес жизни этого пророка, мы читаем в Ветхом Завете, ну, наверное, не было ни у кого в жизни. И дождь он, помните, да, призывал молитвой своей, и огонь с неба, что он, сводил, помните, да, и приходил кому-то домой, а там мука не кончалась, масло не кончалось, помните, да, эти, ну, все знают эти истории из Библии. И вот сегодня многие, и тогда то же самое, люди видели Иисуса, который что делает? Исцеляет больных, который взял несколько хлебов и несколько рыбок и накормил пять тысяч людей, да? Но это не пять тысяч, потому что там только мужчин считали. Это, наверное, минимум тысяч десять. И они смотрели это все, то, что делает Иисус, и они говорили, так это Илья. Он то же самое, что Илья, он творит чудеса. И многие шли к Иисусу за чудесами. И вы знаете, сегодня многие верующие, они так же верят в Иисуса, как верили тогда, как в Илью, как в того, кто творит чудеса. И мы даже проповедуем так порой, говорим, приди к Иисусу за своей порцией чудо. Приди, Бог исцелит тебя. У тебя проблемы с бизнесом? Приди, так тебе Иисус нужен. Приди, у тебя все сразу наладится. И многие люди приходят для чего? Для того, чтобы получить свою порцию чуда. Кто-то получает и уходит благополучно. Вы встречали таких? Разве мало, кто получал исцеление? Я знаю много людей, которые пережили освобождение от каких-то зависимостей, но я не вижу их сегодня среди верующих людей. Они где-то там, они говорят, да я, все нормально. Я верю в Бога, Бог со мной. Потому что они вот так представляют себе Иисуса. Я не говорю, что это плохо. Поймите меня сейчас правильно. И услышав это, я знаю, что может быть в ком-то из вас сегодня есть это понимание. Не закройтесь, не перестаньте слушать. Дослушайте до конца, дайте мне договорить. Я не говорю, что это плохо. И я не говорю, что этого нет. Но я хочу сегодня донести, что все эти представления, они не верны об Иисусе. Потому что ни исцеление, ни мораль или правильный образ жизни никогда не являлись основой служения Иисуса. Да, Он исцелял. И да, Он учил. Но это не являлось основанием Его прихода на эту землю. И мы должны сегодня этот ответ получить. Кто-то видел в Иисусе Иеремию. Кто такой Иеремия? Почитайте его книги «Плач Иеремия». Его еще называют плачущим пророком. Почему? Потому что этот пророк всегда призывал к добродетели. Он всегда говорил о том, что не надо обижать сироту. Не нужно обижать вдову. Он всегда призывал к взаимной любви. И сегодня многие действительно, смотря на Иисуса, они точно так же говорят, нужно делать добрые дела. Я много этого слышал. И я не говорю, что это плохо. Но я вижу сегодня, что и в этом мире много людей делают добрые дела. Точно так же, как и много людей, которые абсолютно далеки от Иисуса, они поступают правильно и стараются жить порядочной жизнью. Много людей там, они верят в свои чудеса и получают свои чудеса в жизни. Многие сегодня призывают к добродетели, к любви, к состраданию. И многие пришли на самом деле и приходят туда, где верующие, потому что они говорят, эти люди, они особенные, они какие-то добрые, они могут выслушать, они могут как-то утешить, как-то вот есть какая-то общность, братство. И мы приходим на домашние группы, мы вливаемся в какие-то коллективы. Я опять же говорю, что это все неплохо. И мы ищем того, кто нас поймет. Мы ищем этой дружбы, мы ищем этой помощи. Кто-то реально приходит для того, чтобы получить помощь. Он в тяжелой жизненной ситуации, ему нужно где спать, где покушать. Он нуждается в одежде, и он знает, что есть вот такие верующие, они помогут. И тогда все то же самое было. Помните, люди, они бегали за Иисусом, он от них убегал, а они бежали за ним. И говорят, ты куда от нас ушел? Они говорят, а вы ищите меня. Почему? Потому что ели хлеб и насытились. Он говорит, а я могу вам дать хлеб? Вкусив которой, вы больше никогда не будете жаждать. Вернее, алкать, да? И дам вам пить, питье, выпив которое, вы никогда не будете жаждать. Они говорят, ух ты! Ничего себе! Иисус, давай! Ну это ж круто! Не надо на работу ходить, не надо деньги зарабатывать. Постоянно покушал раз, и все, никогда кушать не хочешь. Попил один раз, и пить больше не хочешь. А он говорит, вот плоть моя, ешьте, вот кровь моя, пейте. И они говорят, что за странные слова тут вообще. И многие отошли от него. Помните, да? Он повернулся к своим ученикам, говорит, может вы пойдете? Кто-то представлял Иисуса как одного из пророков. И это олицетворение, все эти личности, они имели, ну собой, олицетворяли собой определенную эпоху. И все пророки, это были выдающиеся, сильные личности, которые уважали в Израиле. И сегодня, знаете, многие люди, они идут за Иисусом, потому что видят, что там есть сильные личности, которым можно подражать, на которых можно равняться. И я не говорю опять же, что это плохо. И кто-то думает, что пастор или служитель, это тот, кто обязательно решит все его проблемы и даст ответ на все его вопросы. И порой я вижу, как люди, они, но даже с каким-то, с какой-то, ну чрезмерной, что ли, упованием относятся к каким-то выдающимся личностям в христианстве, думая, что вот если я с ним встречусь, он помолится за меня или скажет что-то в мою жизнь, обязательно я получу то, что мне нужно. Но разве не так? И вот люди верили в такого Иисуса. Тогда Иисус абсолютно ничего не отвечая ученикам вот на эти определения о том, кто Он, как Его видят, как Его представляют люди. Знаете почему? Потому что все это неверно. Да, все это есть в Иисусе. Но это не есть Иисус. Это не то, для чего Он пришел. Иисус не пришел для того, чтобы создать еще одно общество людей, где будут учить правильному образу жизни, морали. неужели для этого Ему понадобилось бы проливать свою кровь на кресте Голгофы, чтобы люди просто научились правильно и порядочно жить. Иисус исцелял, творил чудеса, но Он пришел не ради этого и не ради того, чтобы накормить голодных или решить какие-то твои насущные жизненные проблемы, дать тебе хорошую работу, красивую жену, красивых детей и здоровых. Или одежду покушать, еще что-то. Христос говорит, и этот стих, который является верным ответом, я желаю, чтобы вы запечатлели в своем сердце. Матфея 16, 16. Петр среди всех своих учеников он дает ответ, верный ответ. Он говорит на вопрос Иисуса, а вы, кто я для вас? Вы знаете, кто я? Тот вопрос, который я сказал в самом начале, кто я? И Петр говорит, «Ты Христос, Сын живого Бога». А кто для вас сегодня Иисус? Вопрос такой, знаете, задать его в церкви, ну, наверное, выглядит немножко глуповато, да? А вы верите в Иисуса? Вы верите в Иисуса? Конечно, тут никто не скажет, нет, я вот в Мухаммеда верю. Понятно, что все в Иисуса верят, все верующие. А в какого Иисуса вы верите сегодня? В какого Иисуса вы верите? В Иисуса, который есть Иоанн, который учит вас правильно жить, и вы проповедуете такого Иисуса неверующим? Приди, изменись, оставь, перестань так поступать, приходи в церковь, все будет хорошо. Я много раз слышал такие проповеди. Но когда я пришел к Иисусу, Он не требовал от меня, чтобы я сначала где-то там привел себя в порядок, а потом приходил к Нему. Приди, получи свое чудо. И каждый раз такие люди приходят на богослужение, они ожидают чуда, а потом говорят, что-то чудо здесь не происходит. Я не чувствую здесь каких-то особенных прикосновений, мурашек, или сколько хожу, ничего не работает. И я встречал таких людей. А кто-то обижается, потому что он пришел и думал, что здесь все добрые, и все всегда его будут любить и ждать. А потом он обижается, что с ним как-то не так обошлись, не поздоровались или не заметили. Как он ожидал. И он говорит, ну, Бог же учит нас любить. Где ваша любовь? Любви нет. И он уходит в поисках этой любви. А кто-то приходит, потому что желает идти за какой-то выдающейся личностью. О, он верит в Бога, и в его жизни есть успех, есть финансы, у него есть семья, я пойду за ним. Я тоже так хочу. За кого вы меня почитаете, и Петр говорит, ты Христос, ты Сын Бога Живого. В какого Иисуса вы верите сегодня? В какого Иисуса верили ученики? Вы Иисуса, который есть Христос. Вы верите, что Иисус есть Христос? А что такое Христос? Кто может сказать, что такое Христос? Спаситель. А что означает Христос? Что это за слово? Мы так привыкли говорить Иисус Христос, Иисус Христос. Греческое. Как? Ишуа это Иисус, имя. Это имя, как Иисус, вот, как Андрей, как Петр, как Иоанн, Иисус Навин был. Были еще Иисусы в Библии. Что значит Иисус Христос? Помазанник Божий. А Иоанн не был помазанником Божиим. Был. Что значит помазанник Божий? Как важно нам сегодня знать в кого мы верим драгоценные. Аминь. Иначе мы говорим я верю в Иисуса, но в какого Иисуса? Ведь там тоже все верили в Иисуса. Выйди на улицу спроси вы верите? Да, ну да, Иисус был такая личность исторический факт. Мы сегодня видим это это никакая не тайна на самом деле и многие исторические историки абсолютно неверующие они описывали тот факт что да действительно была такая личность. Ну разве просто я то что я верю что Иисус вот он или он исцеляет или он чудеса творит или он учит морали действительно достаточно этой веры Христос ведь ученики и Петр он исповедует это я думаю он сам был в шоке что он сказал потому что Иисус говорит блажен ты Симон вы знаете что только человек которому открыто что Иисус он и есть Христос а ведь вся Библия драгоценная если мы почитаем Евангелие на 20 главу 31 стих то мы там увидим такой стих очень важный я даже открою Евангелие Иоанна 20 глава 31 стих посмотрите Иоанн пишет послание Евангелия и говорит в 30 стихе он говорит много чего Иисус совершил будучи на этой земле но действительно много правда больных исцелял мертвых воскрешал голодных кормил он говорит много чего и настолько много что вот даже невозможно написать все вот в этой книге то есть не все написано то что Иисус сделал живя на этой земле в Евангелии всех его чудес не все они описаны но 31 стихом Иоанн говорит это же написано вот это же написано вы знаете вот многие сегодня думают а для чего это написано вот это для чего написано и кто-то говорит я притчи читаю я хочу быть мутрым кто-то говорит а я вот читаю как там бизнес чтобы строить вот как мутрость иметь чтобы у меня все хорошо а кто-то семью говорит вот семью надо строить и все это неплохо и все это верно и здорово и как поступать правильно написано но только суть написания Евангелия Иоанн говорит это же написано дабы вы что уверовали а во что уверовали в кого уверовали что Иисус что есть Христос есть Христос это очень важно что именно Иисус который родился от Девы Марии он и есть тот Христос апостол Павел тот который гнал церковь и он думал сейчас Иисус распяли сейчас учеников всех сватим попересажаем и все это уничтожим эту ересь иудейскую да какую-то про Иисуса сейчас закончено будет но потом он говорит в своих посланиях он говорит Бог доказал нам свою любовь как тем что кто умер за нас Христос написано умер за нас он не говорит Иисус умер за нас он говорит Христос умер за нас когда мы были еще грешниками а почему Христос опять а почему мы говорим Иисус он и есть Христос и почему Иисус есть Иоанн или есть Илия это все неверные ответы да потому что Христос оно дает понимание предназначения и миссии и работы Христа которую он совершил на кресте Голгофы Христос умер за нас Иисус он и есть Христос и Христос говорит блажен ты Симон вот человек которому открыто что Иисус есть Христос он в глазах Божьих является счастливым и благословенным человеком и я хочу чтобы сегодня уйдя с этого места вы узнали что значит Христос сейчас те люди которые находятся с нами в прямом эфире вы можете переключиться если вам интересно узнать кто же такой Христос чтобы иметь правильную веру в своей жизни вы можете подключиться к нам на ютуб канале церкви Жатва город Омск благослови вас Господь